МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для нашего региона, большого, такое объединение талантов, людей, идей, которые сейчас я вижу, которые сейчас есть, это большой прорывной ресурс для нас, я считаю, потому что вы впереди планеты всей. Это касается не только спортсменных федераций, но и многих отраслей в том числе. Я, как от лица Министерства спорта, полностью обязуюсь вас поддерживать, гарантирую вам поддержку. Директор корпорации правительства для граждан Светлана Опенышева пожелала игрокам сборных успехов и озвучила инициативу о допуске к будущим соревнованиям киберспортсменов, сдавших нормы ГТО. По ее мнению, физическое здоровье и духовное развитие необходимы каждому современному человеку. Сдал нормы ГТО, имеешь допуск и идешь на соревнования. Мало того, что еще в Москве очень часто перед тем, как идти на соревнования, есть вплоть до того, что стоят компьютеры и все участники, как допуск, отвечают на вопросы истории России. Региональный этап проводится в пяти дисциплинах. Состязания киберспортсменов продлятся до апреля. По каждому виду пройдут отдельные соревнования, за которые сборные будут получать баллы. Учебное заведение, которое в сумме наберет больше всех баллов, представит Ульяновскую область на зональном этапе. По словам организаторов, по отмене игр в связи с коронавирусной инфекцией пока не принято никаких официальных решений, поэтому они пройдут по расписанию. Проведение регионального этапа финансируется за счет средств Фонда развития информационных технологий Ульяновской области. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин